Надежда у меня была, что я делаю то, что я делаю, улучшает жизнь в моей стране. Это нужно людям. От этого жизнь становится лучше. И от музыки, которую я стараюсь показать людям, дать послушать, в воздухе что-то меняется. Но это все к чертовой матери нахер оказалось никому не нужно. При полном творческом истощении и кризисе, в определенном смысле обеспечении себе безбедной старости, я поэтому эту бригаду называю задхоспис. Никто знать этого не мог в той наивной девочке, с которой я познакомился. Никто не мог бы угадать потом этого слюнявого чужого, который из нее вылупится. Большую часть своей жизни я занимаюсь музыкальными и околомузыкальными медиа. Я делаю радиостанции, делаю какие-то музыкальные фестивали, работаю ведущим с самого дня основания на телеканале «Дождь». 24 февраля 2022 года. Каким вы запомнили этот день? 24 февраля было страшным днем, потому что до этого дня сохранялась какая-то надежда. Ты все время мог себя уговорить о том, что «не-не-не, ну это же не всерьез, такого-то уж точно не произойдет, этого не будет». А тут вдруг понятно, что это произошло, и что мне сразу очевидно было, что это рубеж на до и после, которого в моей жизни еще не было такого масштаба. Несмотря на то, что в моей жизни было много самых разных перипетий, включая отъезды в другие страны, там уход в вооруженные силы. Самые разные вещи были, но такого не было. В первый же день приняли решение, что мы уезжаем из страны. Вопрос только, как это осуществить, насколько максимально быстро мы можем это сделать. Все оставшееся время мы посвятили этому плану, который возник именно в этот день, 24 числа. У нас не было никаких запасных аэродромов. Честно могу сказать, что я до последнего, что показывает, что я был безнадежным глупцом, надежда у меня была, что я делаю то, что я делаю, улучшает жизнь в моей стране, и это нужно людям. От этого жизнь становится лучше, и от музыки, которую я стараюсь показать людям, дать послушать, в воздухе что-то меняется. Но это все к чертовой матери нахер оказалось никому не нужно. Стало понятно, что все, с этими всеми глобальными целями и прекраснодушными планами пора заканчивать, пора думать о том, как спасать в первую очередь родных и близких. И в общем надо сфокусироваться в первую очередь на том, что у девочек, у моих, у дочек была новая замечательная жизнь в другой стране. Какой кадр за полтора года войны врезался вам в память больше других? Первый импульс у меня, конечно, потрясший меня кадр из Буччи. Я думаю, что я назову кадр, который произошел уже после. Украинский воин, который стоит под прицелом и который говорит слава Украине. Его в этот момент расстреливают, ему только что открыли памятник. Слава Украине! Вот, это для меня было очень сильным потрясением. И ты все время задаешься вопросом, что бы ты сделал на его месте. А как бы ты себя повел? У меня есть серьезные сомнения, что я обладал бы такой силой и стойкостью духа. Почему Путин развязал войну? Как вы понимаете главный его мотив? Я думаю, что это прагматичный момент продлить свое время царствования. Результат его абсолютно искаженного понимания истории, что величие правителя напрямую связано с его территориальными завоеваниями. Это такой самый простой, идиотский вывод, который можно сделать из истории. Ну, особенно если ты изучаешь ее по таким учебникам, как и пишет Мединский. Но для него, конечно, он, я думаю, что большую часть времени, которое он находится на троне, основная его забота была, как он войдет в историю, как его будут изучать по учебникам. Вот этот вот мотив для меня в его решении главный. Ну, помимо того, что он ебнутая скотина, но я думаю, что это мне очень будет приятно слышать даже зрителям вашей передачи. Почему многие рок-музыканты поддерживают войну и нынешнюю российскую власть? Только деньги? Или кто-то искренне верит Путину? О том, как вдруг одни звезды оказались по одну сторону баррикад, а другие по другую, это как раз я рассказываю об этом в своей лекции «Немой рок-н-ролл». Я там даю несколько объяснений, которые мне представляются, отвечают на вопрос, почему какие-то известные музыканты встали под эту букву «З». Я думаю, что это проявление запредельного конформизма, когда человек готов похерить свою репутацию ради комфорта и, в первую очередь, ради денег, разделить, ну вот такие абсолютно очевидно антигуманистические, античеловечные убеждения. Встать сегодня под Литеру Зет — это лифт в обществе, потому что огромное количество артистов покинуло страну, большое количество артистов находится под запретом и в черных списках, и кому-то нужно заполнять вот это освободившееся пространство, куда, соответственно, и впрыгнули с радостным энтузиазмом вот эти условные галанины и чечерины. Если ты сегодня зиганул, то ты стоишь на стадионах на этих путинских шабашах, играешь на днях города, ты едешь в туры, ты зарабатываешь так, как не зарабатывал никогда в своей жизни. Ну потому что такой средней посредственности, как там Сергей Галанин, никогда не светило вот такое место хедлайнера, которое он вдруг сейчас получил. Я думаю, что вот первый и главный мотив — это любовь к деньгам и радость наживы. Я думаю, что второй мотив — общее преодоление кризиса творческого у каждого из них. У этих артистов практически у всех затяжной чудовищный творческий кризис. Если проанализировать последние яркие популярные песни, которые они создали, то в основном это прошлый век. Редко кто сумел написать какую-нибудь одну-две песни в 21 веке. Ну то есть это, по сути дела, при полном творческом истощении кризиса, в определенном смысле обеспечения себе безбедной старости. Я поэтому эту бригаду называю «Зетхоспис». Вот там они пристроились, чтобы спокойно уйти из жизни. Одна вещь, которая там точно отсутствует, — это настоящая искренняя любовь к родине, потому что она полностью заменена настоящей искренней любви к деньгам. То есть только деньги? Короче, там дремучий коктейль из национализма, из имперских амбиций, из «а что им можно, а нам нельзя?» вот из этого всего. Такое вот древнее понимание того, что если ты наш, то ты прав. То есть ты не за закон, ты не за справедливость. Ты за то, что за свою банду в первую очередь. Почему, например, мы принципиально расходимся в понимании того, что происходило на Донбассе? Эти люди считают, что там наших бьют, значит, мы должны были впрячься. А я считаю, что никто не имеет права впрягаться на территорию чужой страны. Это их дело. Украинцы должны решать, что делать на территории своей страны. И не нам туда вмешиваться, уж тем более нам не разжигать там этот огонь войны, что мы, собственно, и сделали. Я имею в виду Россию. Многих из зигующих ныне рокеров, ту же Чичерину, вы когда-то продвигали на радиоволнах. Нет сейчас ощущения, эх, знать бы. А если бы знать, никто знать этого не мог, в той наивной девочке, с которой я познакомился, никто не мог бы угадать. А ну-ка, братцы, дайте джаза! Стеной пойдет на пулемет Дичайшая дивизия Донбасса. Потом этого слюнявого чужого, который из нее вылупится. Ну, конечно, если бы такая волшебная сила, если бы какое-нибудь такое заклинание в духе Гарри Поттера было, чтобы взять и вернуть все назад, конечно, не видела бы она никаких эфиров и никаких ротаций. Не думаю, что это что-нибудь изменило бы. Но, тем не менее, конечно, зная, что из нее выйдет, я бы не стал ей помогать ни в коем случае. Но я вас уверяю, что предположить, что с ней будет, было абсолютно невозможно. И это все равно, что вот там, я не знаю, предположить, что из вас через пару лет выразит какое-то чудовищное, мутантное существо. Это невозможно было предположить. Ну, то есть там какие-то внутренние, такие тяжелые изменения фундаментальные, связанные с какими-то еще большими внешними воздействиями, что они привели вот к такому трагическому перерождению. Есть ли кто-то из музыкантов, от кого вы лично не ожидали, что он будет топить за войну? Ну, есть удивительные неожиданности. Но это, как правило, те люди, с которыми я, в общем, близко не дружил и не очень сильно общался. Ну, например, там группа Ума Турман. Ну, ей-то чего? Но, тем не менее, вписалась в эти туры за Россию, успешно на них заработала. Но дело не в том, что заработала, дело в том, что они под эти знамена встали. Тяжелые потери для меня – это, например, Владимир Шахрин и группа Чаев. Шахрина я знаю очень много лет, и знаю его как исключительно порядочного, доброго, чуткого человека, для которого такие слова, как там «эмпатия», «милосердие» они имеют смысл большой. Он помогал очень большому количеству людей, он откликается, у него чуткое сердце. Но, конечно, то, что он перейдет на их сторону, я не ожидал. Это для меня, в общем, страшный удар и разочарование. И я не могу сказать, что это было полной неожиданностью, потому что несколько лет назад в моем родном Екатеринбурге был такой мощный городской конфликт, когда городские власти решили в главном сквере города, где обычно люди гуляют со своими собаками, детьми, влюбленные парочки там, прохаживаются сделать храм и воздвигнуть какую-то очередную церковь. И народ воспротивился этому, и они начали протестовать. И там вплоть до схваток происходило драк, прямо когда они огородили забором строительства. И, в общем, в результате власть пошла навстречу народу, и они остановили строительство храма. И вот в этот момент, как гром среди ясного неба, Шахрин выступил не на стороне горожан, а на стороне власти. И это для всех было абсолютным шоком в Екатеринбурге. Ну и как бы тогда уже какие-то вещи стали понятны. Но вот сейчас мы имеем то, что имеем. А никто из Z-музыкантов на вас не выходил? С кем-нибудь из них вы общались? С Шахриным мы общались до последнего времени. Много спорили и пытались друг друга услышать, и пытались какие-то вещи объяснить. Это все было у нас в переписке. Все закончилось. После того, как в моей программе «На дожде» я задал вопрос Вере Полосковой про Захара Прилепина. Ты выпила шампанского, когда взорвали Захара? Ну слушай, они не дотянули до шампанского. Это выросло в такую шутку. Можно назвать ее не очень тактичной. Но потом Шахрин мне написал, вот ты же говоришь, что нельзя убивать людей все время. А Захара Прилепина что выходит? Можно убивать. На что я ему ответил, что Захар Прилепин – это человек войны. Это человек, который долго и профессионально убивает других людей. И он, соответственно, живет по закону войны. И поскольку я не поддерживаю его сторону в этой войне, и да, я считаю, что Захара Прилепина можно убивать. Он чудовище. А чудовище можно убивать. Ну и в этот момент Шахрин прекратил выходить на связь и убил всю нашу переписку. Я, честно говоря, лично не сталкивался ни с какой отменой русской культуры. И думаю, что эта вещь сильно преувеличена. Я вижу, как по всей Европе в американских театрах идут классические и новые русские пьесы и спектакли. Я вижу, как артисты гастролируют по всему миру. Знаю несколько отдельных, конкретных случаев разрыва контрактов или запретов. Но, как правило, из того, что я читал это напрямую, связано с тем, что артист или артистка поддерживают Путина в этой войне. И в этот момент возникает вопрос, насколько адекватно и справедливо для какой-то театральной компании их приглашать для фестиваля какого-то или даже для страны, которая, например, не хочет сейчас давать площадку тем артистам, которые поддерживают войну. В принципе, я вообще не люблю какие бы то ни было запреты. Мне кажется, что решать всегда должен зритель. Если он хочет увидеть этого артиста, он купит на него билет. Если он не хочет, ну просто билеты не купит. Но это во многом идеалистическая картина, которая рушится в связи с тем, что, в общем, как правило, потребитель не сильно задумывается над какими-то вещами. И ему там... Он не следит за новостями, за пристрастиями того или иного артиста, где он выступает в России, как он себя ведет. Поэтому эта картина рушится. Конечно, хотелось бы, чтобы особенно наши там попсовые артисты российские понимали, что ты вышел на сцену с Путиным, хлоп, и закрылся для тебя весь земной шар. Вот просто за то, что ты постоял с ним на одной сцене. Я бы очень это хотел, чтобы это так было. Может быть, тогда они что-то поймут. Так не выходит, потому что мир разный, люди принимают разные решения. Многие из тех артистов, которые стояли с Путиным на одной сцене, еще прокатятся с гастролями по разным странам. Пушкин виноват в войне? Чушь. Абсолютная. Я пытаюсь понять изо всех сил воспаленную реакцию жителей разных стран на памятники Пушкину. Пытаюсь поставить себя на их место, пытаюсь объяснить себе, с чем он у них связан, почему он стал вот такой вот фигурой, на которой столько всего сошлось. Не могу. Я не могу ничего, кроме горечи, испытывать, когда я вижу разрушенные памятники. Не могу. Пушкин ни в чем не виноват, только мы по гроб жизни будем ему обязаны за то, что он подарил нам восхитительный, чудесный русский язык, так же, как восхитительный, чудесный английский язык был подарен Шекспиром. Несмотря на то, что сегодня Шекспира гораздо тяжелее читать, потому что английский язык очень сильно изменился с той поры, пушкинский язык читать сегодня очень легко и просто. И в этом смысле Пушкин меньше подвергается влиянию времени. И я ему всегда буду благодарен за то, что говорю на его языке. У вас есть друзья в Украине? Как складываются отношения с ними? У меня есть несколько друзей в Украине, которые мне очень важны были, с которыми я в первые же дни постарался возобновить связь и ее держать и не терять. Среди них есть как очень известные люди, большие артисты, так и просто мои друзья в Одессе, в Днепре, в Киеве. То есть мне это очень нужно с ними, чтобы ниточка не рвалась. Я стараюсь с ними регулярно переписываться или перезваниваться, или если вдруг артист заезжает к нам в наши края, то обязательно встречаться. Но я об этом никому не могу говорить. Ну, конечно, я без него ни одного дня не могу прожить. Я все время спрашиваю себя, что я мог сделать, чего я не сделал. Во многом вот эти вот разговоры, которые я сейчас веду, разъезжая по разным странам, они основаны как раз на этом чувстве вины и на поиске ответа на вопрос, а что можно было бы сделать и на каком повороте нас всех занесло не туда, и был ли шанс как-то что-то изменить и не допустить этой трагедии. Но это очень тяжелые раздумья. Я не думаю, что я когда-нибудь от них избавлюсь или найду на них какой-то прям внятный, конструктивный, оправдывающий себя ответ. Война затягивается. Сейчас все больше говорят об усталости союзников Украины, о том, что ее будут подталкивать к худому миру с территориальными и прочими уступками. Худой мир лучше войны? Это очень непростой, тяжелый вопрос. Я не имею права на него давать ответ, что лучше худой мир или война. У меня мало надежд на то, что победа Украины произойдет где-то в обозримом будущем. У меня есть ощущение, что это будет бесконечная кровопролитная мясорубка. Интуитивно, конечно, мне хочется это остановить, просто чтобы меньше людей гибло, чтобы меньше людей положили жизнь в этой абсолютно бессмысленной, чудовищной трагедии, в которой они не виноваты вообще. Но решать это только украинцам, потому что я бы точно не хотел оказаться на месте Зеленского или кого-то залужного, кто может взять на себя ответственность за такие решения и пожертвовать территориями на каких-то условиях в обмен на то, что больше не будут гибнуть люди. Но есть вот такие поворотные вопросы в жизни, которых ты вынужден сказать только, как хорошо, что не мне их решать, что в моей жизни таких вопросов нет. Поэтому я не имею права однозначно сказать, вы должны сделать так или должны сделать так. Они должны сделать так, как посчитают нужно. Что самое трудное для вас в эмиграции? Я думаю, что мне очень непросто с любой бюрократической проволокой, с рутиной. Я это ненавижу вообще. В связи с тем, что ты радикально переменил свою жизнь и теперь живешь в новой стране с новыми правилами, тебе на каждом повороте, что бы ты ни предпринимал, тебе нужно заполнять огромное количество документов, систем, скачивать новые приложения и в них регистрироваться. И это, конечно, выматывает ужасно. То есть вот эта бюрократия, наверное, самая сложная. То есть там... Не хочу, конечно, жаловаться абсолютно, но, например, то, что хорошо и удобно было налажено у меня, например, с каким-нибудь моим лечащим врачом, который находился на расстоянии переписки в мессенджере, и можно было в любой момент ему написать, и он придет на помощь. Здесь, конечно, ничего подобного нет. Здесь это многоступенчатая система электронной регистрации и прохода через... Прежде чем ты доберешься до специалиста в определенном... В определенной системе организма, тебе нужно проделать по меньшей мере три этапа. На каждом этапе тебе нужно объяснять, что у тебя болит и что не так. Вот, сдавать определенный сайт анализов. В общем, и в какой-то момент, если тебе повезло, через пару месяцев ты попадаешь к специалисту. Но я все время себе повторяю, кто я такой, чтобы критиковать, как они это сделали. Это результат конкретного практического опыта, причем за много-много лет, который подошел к этой стране. И я гость. Может быть, когда-нибудь я стану не просто гостем, но и просто жильцом, и гражданином. Но пока я гость. Поэтому я права не имею особо качать права. Я должен вписаться в эту систему, максимально получить из нее то, что можно получить, и не критиковать ее. Вы вернетесь в Россию, если власть изменится? Я не могу загадывать, вернусь ли я в Россию, потому что я пока не вижу никаких надежд на перемену власти. Я пока не вижу, как эти перемены к лучшему могут произойти. Я не верю в то, что народ выйдет на улицы. Я не верю в то, что будет какой-то дворцовый переворот. Я не верю, что будет какое-нибудь внезапное покушение или какая-нибудь внезапная смерть. Это все такие прекраснодушные бойки. Я подозреваю, что тот, кто придет после Путина, будет хуже, чем Путин. И поэтому я... Никаких мыслей у меня сейчас и планов о том, чтобы когда-нибудь вернуться, я не вынашиваю, вообще об этом не думаю. Для меня гораздо важнее, как улучшить оценки моей дочери по предметам в школе. И меня гораздо больше радует то, когда они приводят к себе домой в гости своих одноклассниц, которые там от кореянок, японок до индусок. И когда они все вместе тусят и играют у нас дома на английском языке, вот я понимаю в этот момент, что все не зря, и я правильное решение принял. В России можно вообще построить демократическое государство? Короткий промежуток больших надежд. Я крайне настороженно отношусь ко всем размышлениям на тему того, что русский народ получил то, что заслуживает. Потому что яркий для меня очень такой важный пример в этой области это Кореи две, северная и южная. Вот, казалось бы, просто народ-то ведь один, но просто вот разделение и две социально разные системы в обществе привели к одному чудовищному результату с абсолютно абсурдным уродским тоталитаризмом и к другому с прекрасной страной, с прогрессивной современной экономикой, с процветанием и так далее. А это просто было в определенном смысле как в детстве во дворе играли в ножички, воткнули ножичек и провели вот так вот границу. Народ и там, и там один. Вот я надеюсь, все-таки эта надежда во мне живет, что в какой-то момент нам достанется свой Вацлав Гавел. Россия сможет, преодолев все вот эти вот тяжелые уроки прошлого, построить какое-то цивилизованное демократическое общество. Мне в нем уже не жить, поскольку я свой выбор сделал. Вот, я это всей души желаю в моей стране, но дожидаться этого там я не намерен. А что больше всего мешает построению демократического общества в России? Я думаю, что эта история склонности России к тоталитаризму и влюбленности, тяги к сильной руке во главе страны, она сродни раковой опухоли. Это рак, который течет сквозь поколения на разных вот этих вот коротких промежутках, когда есть возможность с этим что-то сделать на этих проблесках, просветлениях. Какие-то отдельные светлые правители пытались какую-то терапию провести. Мне кажется, что это не терапевтический способ лечения. Он должен быть хирургическим, радикальным. Что я имею в виду? Я имею в виду, ну, например, такой же радикальный подход, как, там, президент Саакашвили сделал, когда он делал полицейскую реформу. То есть, просто всех убрать вообще, всех коррумпированных полицейских, нанять абсолютно новых с нуля. И, конечно, даже прозрачное здание построить, систему зданий. Думаю, что это очень тяжелый путь, и он в случае России будет чудовищно тяжелым, и едва ли не с кровью. Вот, но все-таки мне кажется, что если найдется человек, который решится пойти таким путем, в конечном счете страна от этого выиграет. Я больше всего боюсь онкологии у моих близких и у себя. Это та вещь, с которой, к сожалению, сложно, что бы то ни было сделать. На что надеетесь? Надеюсь на то, что где-то там наверху моим родителям за меня не стыдно, и что моим дочкам никогда не будет за меня стыдно. У меня, как бы, жизнь на два этапа делится. Сначала мне было, я вел себя так, чтобы моим родителям не было стыдно. А потом, когда родители не стало, я веду себя так, чтобы моим дочкам не было стыдно. Вот, я очень надеюсь, что им никогда за меня стыдно не будет. Вот, в этом основной смысл и мотивация для принятия любых решений. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова